Словно к ночи луна, Словно в степи сосна, Словно в году весна. Барт на кухне пишет песню. Жена Барта укладывает ребенка. Ребенок не засыпает. Она выходит на кухню и говорит, Ну сделай хоть что-нибудь, он не спит. Барт медленно встает, берет гитару, И говорит, ну пойду ему сейчас песню спою. Жена суетлива, может не надо так сразу, Может сначала по-хорошему. Хочу вам сказать, что в моей семье уже большой, И я, и мои дети, и уже внуки никогда не засыпали по-хорошему. И еще одну. Песню, которую я спою, вообще принято подпевать. Ну вы знаете, да, что вообще авторские песни, да? Песня суетлива, в курсе? Не слышу отзвука. Да. А, молодцы. Вот сейчас проверю. Ты у меня одна, словно в ночи луна, Словно в степи сосна, Словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой, Ни за туманами, дальними странами, Вы не право так, сумерка, града. Вот и взошла звезда, Чтобы светить всегда, Что окружила, Что окружила, Всюду ночь тебя сторожила, Тихо, сонно целовала, Берегла тебя, укрывала, Тихо, сонно целовала, Берегла тебя, укрывала, Синеглазы, мой, синие глазы, То ли сон ты мой, то ли праздник, Только голову преклонила, То ли не было, то ли было... В конную очередь Кадашевский тупик, Кадашевские бани, Кадашевскую кружь, Кадашев. Здесь над царской порчей Голодовали ткачей, Здесь свои сундуки набивали скупцы. Если тело гора для души моей станет тесна То пробьются стихи сквозь нее, как весною ростки Если рядом со мной те, кто смотрит мне дальше лица Если душу видеть трудней, чем на пальце кольцо Волю дай, чтоб не мстить за ошибки, подлость глупца Тонкая струна, и вечерним скерцем на душе надрез Не хватает сердца, времени в обрез Не хватает времени, не хватает сердца А дороги длинные, не видать конца В юго заметая, в юго свои коленца И черты стирает Хоть я бешусь Хоть это труд и стыд напрасный И в этой глупости несчастной У ваших ног Я признаюсь Мне ни к лицу и ни по лету Пора, пора мне стать умней Но узнаю по всем применям Болезнь любви в душе моей Без вас мне скучно, я зеваю При вас, мне грустно, я терплю И мочи не сказать, желаю Мой ангел, как я вас Щелкает и птичка вылетает Фотограф щелкает, но вот что интересно На фоне Пушкина и птичка вылетает На фоне Пушкина и птичка вылетает Все счеты кончены И кончены все споры Тверская улица течет, куда не знает Какие женщины на нас кидают в звон И улыбаются, и птичка вылетает И улыбаются, и птичка вылетает Мы будем счастливы благодаря и снегу Пусть жизнь короткая проносится и тает На веки вечные мы все теперь в обнику На фоне Пушкина и птичка вылетает Души не прикалены, слава богу, сестры Они авельсками нам на оконной налетим Солн стекло царапает, спите, мои маленькие Свечка на пол капает в клякс Что похоже на блинную тарелочку Засыпайте, девочки Пусть жизнь короткая проносится и текло И улыбаются, и птичка вылетает Пусть жизнь короткая проносится и текло Пусть жизнь короткая проносится и текло Пусть жизнь короткая проносится и текло Готовьтесь! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот была у нас была, Моя так больше нравится. В свете меркнущего дня Друг окутает меня оттрым. И простудит из воды Большой воде и слободы, Который, Который. И уже не жил, И как будто до его Суниться мне, Что ведь обживанный ад Маргарита Кружит над Сивцевым. Хвост поднявшись, Словно вещь, Бегену толкает речь Тронную и прогнулась... Певрал февральсток комбинат, Доказав, что есть любовь на свете, Шла в атаку юная весна. Таял снег, парил асфальт в заплатах, Шоферы на нас ругались матом, Только мы Москвы не узнавали, И она не узнавала нас. Падают снежинки, падают снежинки, На твои плеча не спеша. Я только помню себя. Я всегда прислушивался к этим звукам этих людей, Которые вот так совершенно индивидуально искали выход в песню. Я 60 лет работаю в Театре Вахтангова, И именно столько лет почти, как мне сейчас сказали, Бардовской песни. Это великий срок, это замечательно. И кто не помнит слова, как здорово, Что мы сегодня здесь собрались, Это про дом актеров. Замечательные слова и песни, С тех пор идет просто оглушительно. Но вот Семен Петрович и Гафуни Иванов, Гафуни по-украински, это Галю. Мы из... А сегодня день семьи, поэтому я хочу рассказать. Мы с Украины, из-под Винницы, Между Одессой и Винницей, Наша Родина, село Стрымба, Кодемского района Одесской области. Но 31-й год был жутко голодным на Украине, На Илья Приволожье тоже был голод страшный. И Семен Петрович уехал до Москвы, Втрошки заработал. Втрошки попросил в ад, Чтобы семью прокормить. Он остался на этом химическом заводе На всю жизнь уже до конца. Потом подъехала мама из этого села Стрымба, Уже с нами, с детьми, Которых было трое, две сестры, И одна, и один мальчик. Это я, стало быть, естественно. И, значит, каждый год мама Гафуни Отсылала нас до деда и бабушки туда, В село, потому что она тоже переехала в Москву И работала на этом же химическом заводе. И каждый год отсылала туда кондуктором В вагоне нас троих, А потом подъезжала сама с работы, Когда был срок, уже проводила там отпуск, И все возвращались обратно в Москву. Это было достаточно, ну, несколько лет. 20 июня 1941 года Мама отправила нас опять с кондуктором К дедушке и бабушке на Украину В село Стрымба, Кодемского района Одесской области 22 июня 1941 года Мы, это 4 года, Ваня, сестре младшей, 7 лет и 10 лет старшей сестре Мы приехали на станцию Эвамеликова В 5 утра вышли из поезда И над нами летели сотни немецких самолетов Бомбить Одессу Так это началось Мама не приехала ни через 2-2 недели, Как она обещала, Ни через год, ни через 2, ни через 3 Они ничего не знали о нас, Мы ничего не знали о них, Но у нас было 2 бабушки, 2 дедушки И немцы, которые прошли, наступив, пошли на Одессу Уже через нас И эту часть Винницкой и Одесской области Отдали румынам Немцам И в школе, я очень помню это 7 лет, 7,5 лет У нас преподавать начали румынский язык Сидел в классе румын с автоматом И Николай Иванович, который вел эти уроки И вот это как-то осталось на всю жизнь Однажды этого румына не стало в классе И Николай Иванович, наш учитель, сказал Хлопцы, закройте двери на ножку стула Бо якщо кто узнает на сели Что я вам зараз буду читать И меня голову видировать А что такое видировать голову Мы уже там видели, знали Там не очень румыны свирепствовали Но иногда это тоже было Мы закрыли дверь на ножку стула И Николай Иванович из портфеля Достал потрепанную книжку Потрепанную Открыл ее и прочел Микола Островский Як угуртувалась в стале Николай Островский Как закалялась в стале Вот мое первое знакомство Было с Павкой Корчагиным Которого я потом Спустя несколько лет После возвращения Обратно в Советский Союз Нашей стримбы Мне поручили Алов и Наумов Режиссера сыграть Павку Корчагина Мы были потрясены Октябрь 41-го года Он нам прочел И впервые Как-то это все запало На всю жизнь И мы были просто потрясены А когда мне Наумов Володя сказал Вася Попробуйся на Павку Корчагина Я там снимался в Киеве В другой картине Поляка играл Попробуй на Павку Корчагина Я говорю Никаких проб Я и только я должен играть Это почему-то ты должен играть На Глебский такой Сказал мне Володя Наумов Я говорю Потому что Я слепознакомился в 7 лет В октябре 41-го года Он говорит Да, это повод Это хороший повод И одна из моих любимых ролей Их 80 На моем читу в кино Это Павка Корчагин Которого я в 7-летний год И мне очень жаль Что сегодня в школе Отсутствует этот роман Как закалялась сталь Где он жизнь свою Отдает родине своей Своей отчизне Николай Истровский И французские писатели Всегда восторгались Этим романом Как закалялась сталь И рожденные бури А мама Приехала Только через 3,5 года Когда немцев Выгнали оттуда Но там была еще Своя история Они На второй день После войны Семен Петрович И Галина Ивановна Хафуня Начали вручную Разливать Противотанковую Жидкость Это Против Жутко вредная Вещь Жидкость Молотова Пока настраивали В соседнем цеху Аппаратуру Через 5 лет Из 72 человек Этого цеха Ни один не вышел На работу Было полное Уничтожение Нервной системы Рук и ног Ни один не вышел На работу Чекисты Проверка И 72 человека Были отправлены По Волжье На Кавказ В санатории И маму я хоронил Инвалидом Первой группы Отца инвалидом Второй группы И всегда считал Что это Наш семейный вклад В нашу Великую победу Аплодисменты И в этом смысле И отец И мать Были больные Но очень заботились Всю жизнь Друг о друге Это удивительно И это Мы видели Все это Наблюдали В школе И Людмила Моя старшая сестра И Валентина Младшая сестра Мы всегда Видели этот союз Сердец Семейных И когда Отец Ушел Первым Он очень много Курил И Был болен Раком И когда я Маму привез К нему В больницу Вот это Я никогда Не забуду Как Словно В ночи Луна Словно В степи Сосна Словно В году Весна Словно